Дорогие друзья, здравствуйте. Сегодня Димаш покинул Джоу и отправился на концерт, который посвящен середине осени, и выложил для нас такое милое приветствие. Счастливой середины осени. Увидимся сегодня на канале китайского телевидения. Судя по тизеру, который представлен о сегодняшнем концерте, это будет грандиозное шоу, друзья. А пока может быть по-другому, Димаш сам по себе грандиозный артист. Судя по представленной программе предстоящего концерта, Димаш и Тан Вэй Вэй споют 1000 миль общий сон, который Димаш уже исполнял. Концерт будет 20 часов по китайскому временем, а программа Димаша будет во второй половине концерта, это с 9.30 до 22.30 по пекинскому времени. Разница же во времени, например, между Москвой и Пекином 5 часов. То есть в России на 5 часов раньше времени, чем в Пекине. Если я не ошибаюсь, если 9 в Пекине, то 4 часа 16 часов в Москве. Так что, друзья, готовимся к большим событиям. Интересная обложка вышла к этому событию в Дубае, когда Димаш будет в жюри на фешене, на фестивале моды. Здесь в нем статья о каком одном из самых великих музыкантов в мире. Что я хотела сказать, обратить внимание на то, какие наушники у Димаша здесь в Китае. Посмотрите на них, они вообще практически незаметно, они телесного цвета, они не выпадают, не путаются веревками и так далее. Это удивительные совершенно наушники, обратите внимание. Итак, друзья, до скорой встречи. Сейчас очень многие блогеры освещают все, что происходит с нашим любимым певцом. Поэтому информацию добыть довольно-таки легко. Ну, конечно же, мы с вами еще встретимся, потому что здесь, на моем канале, на нашем канале, мы с вами обсуждаем все, что хотим обсудить. И делимся нашими впечатлениями и нашей любовью. И, конечно же, хотелось бы, чтобы Димаш присутствовал на платформе Ютуба в большом количестве. Я стараюсь сделать мои видео более интересными, если так получается хорошо, нет, но будем стараться. И еще раз хочу сказать всем дорогим, чтобы они сильно не беспокоились, что эти видео на моем канале, они не монетизированы. Наверное, единственный канал, который не монетизирован. Я этой моей любовью к Димашу, этой деятельностью не зарабатываю. И можете поздравить меня, друзья. Это я, к слову, я номинирован поэт года 2023 в России. Ура-ура! Ждем новостей о любимом певцете Димаш. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok